Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья-посетители, Христос воскрес! Слава Богу! А если бы Христос не воскрес? Мы читаем, апостол Павел провозглашает эти слова в 1-м послании Коринфянам, 15-я глава, с 14 по 15 стихи. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, «Притом мы оказались бы лже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскрешают». И 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». В этом открывке из Священного Писания апостол Павел делает это нереальное предположение. «Что бы было бы, если бы Христос не воскрес из мертвых?» И мне хотелось бы вместе с вами коротко порассуждать над этими вопросами. Самое первое, мы читаем о том, апостол Павел говорит о том, что мы бы тогда бы оказались бы лже свидетелями. Почему? Потому что мы свидетельствуем о том, что Он воскрес. И вот только что мы с вами засвидетельствовали о том, что Он воистину воскрес. Но если бы Он не воскрес, то вот все мы, вот прямо сейчас, оказались бы лже свидетелями. И не только мы, но когда мы читаем Священное Писание, то прежде всего в число лже свидетелей попали бы древние пророки. Потому что на страницах Священного Писания за сотни лет до Рождества Господа нашего Иисуса Христа древние пророки предсказывали о Его воскресении. И исследователи Библии тогда, когда изучают различные папирусы, пергаменты, манускрипты, они находят о том, что оказывается на страницах Библии существует более трехсот пророчеств древних пророков, которые произнесли эти слова задолго до Рождества Иисуса Христа о том, что Он воскреснет из мертвых. И, наверное, самое яркое пророчество записано в книге пророка Исаии в 53 главе, где пророк буквально подробно, детально описывает страдания Иисуса Христа, описывает Его смерть и Его чудное воскресение. Это пророчество настолько ярко описывает все эти события, что на протяжении сотен лет многие критики не верили, что пророк Исаия мог такое написать. И они считали, что это христиане сделали позднюю вставку. То есть они специально вставили эту главу в книгу пророка Исаии, которой на самом деле там никогда не было. Но, вы знаете, вот в 1947 году, по-человечески случайно, но как верующие люди мы понимаем, что у Бога случайности не бывает, были найдены кумранские раскопки. Это были древние свитки, которые обнаружены вот в пещере кумранских гор. И среди этих древних свитков, среди этой древней библиотеки была обнаружена книга пророка Исаии, которая была написана за сотни лет до Рождества Иисуса Христа. И тогда, когда исследователи начали изучать этот свиток, древние книги пророка Исаии, то к великому удивлению всего мира оказалось, что 53-я глава там присутствует в точности такой же, какую мы имеем в наших Библиях. И поэтому теперь уже никто не может сказать, что этой главы не было у пророка Исаии. И это также является подтверждением того, что Христос воистину воскрес. Вы знаете, не только древние пророки, но также Сам Иисус Христос свидетельствовал о Своем воскресении. И если бы Он не воскрес, то Он тоже попал бы в число лжесвидетелей. О том, что Христос предсказывал о Своем воскресении, мы находим, это написано на страницах Евангелия 17 раз. Христос говорил Своим ученикам о том, что Его арестуют, о том, что Его предадут на мучения, на распятие, что Он умрет и на третий день воскреснет. 17 раз Христос предсказывал Своё воскресение. И последний раз Он произнес эти слова буквально за несколько дней до Своей смерти. Мы читаем это записано в Евангелии от Матфея, вот в 20 главе, 18-19 стихи. И здесь записаны такие слова. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Вы знаете, тогда, когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем, что не только древние пророки свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, не только Сам Христос свидетельствовал о Своём воскресении, но даже враги Христа свидетельствовали о Его воскресении, о том, что Он воскреснет, о том, что Он воскрес. Мы читаем, что тогда, когда Иисус Христос умер на Голговском кресте, когда Его бездыханное тело сняли, обвили в плащаницу и положили в склеп, то враги Иисуса Христа, первосвященники и книжники, побежали к римскому прокуратору, римскому Понтию Пилату, с просьбой для того, чтобы Он опечатал гробницу и выставил стражу, потому что, когда Он был ещё жив, Он говорил о том, что Он воскреснет из мёртвых. Мы видим, что ученики забыли, а враги помнили. И тогда, когда Господь Иисус Христос воскрес из мёртвых, то самыми первыми свидетелями Его воскресения были воины, которые стерегли гроб. И мы читаем, это записано в Евангелии от Матфея, вот в 28 главе, мы читаем, написано вот со второго стиха, «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нём. Вид его был, как молния, одежда его была бела, как снег, и устрашились его стерегущие, пришли в трепет и стали, как мёртвые». И мы читаем в 11 стихе, «Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всём бывшем, и сии, собравши со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдёт до правителя, мы убедим его, и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили так, как научены были, и пронеслось то слово сие между иудеями до сего дня». Вот обратите внимание, оказывается, враги Иисуса Христа, те, которые распяли Его, те, которые стерегли Его, чтобы Он не воскрес, стали первыми свидетелями Его воскресения. И посмотрите, если ученики не верили, если ученики забыли, то враги помнили и враги верили. Когда воины сказали им о том, что Он воскрес, никто из них не побежал проверять, пуста ли гробница или нет, как это сделал Пётр и Иоанн. Когда они узнали, что Христос воскрес, они не сомневались, они не говорили, как Фома, «Не поверю, пока не вложу руку свою или перц свой в рамки». Но мы видим, что они поверили. Откуда мы это знаем? Потому что достали кошельки и начали давать деньги. Вы знаете, люди дают деньги только тогда, когда они поверили. И мы видим, что они поверили, они в этом не сомневались. И мы видим, что они оказались свидетелями воскресения Иисуса Христа. И хотя они придумали эту ложь, что вот когда воины спали, во-первых, мы должны знать, что сон на посту у древних римлян карался смертной казнью. Это во-первых. Во-вторых, там был не один воин и не два воин, а целая группа, около десяти человек, и не может быть такого, чтобы все одновременно уснули. И в-третьих, что самое интересное, если они спали, откуда они знают, кто украл тело Христа? Они говорят, скажете, что ученики пришли, когда мы спали, ученики пришли и украли тело Христа. Но вы посмотрите, что людям легче поверить в любую нелепость, чем поверить в истину. И поэтому мы видим, что враги, хотят они этого или не хотят, но они тоже вошли в число свидетелей воскресения Иисуса Христа. И не только древние пророки, не только сам Христос, не только враги Христа, но ангелы, небожители, также являются свидетелями воскресения Иисуса Христа. Вы знаете, некоторые считают, что когда женщины шли рано утром, они были опечалены, они были удрочены вот этой вот утерей, они были обескуражены, они находились в состоянии такого горя, и вот было темно, и они заблудились, и пришли не к той могиле. Они пришли не к той могиле, могила оказалась пустая, они подумали, что Христос воскрес, но на самом деле они заблудились и попали не в то место. Но что тогда получается? Получается, что и ангелы заблудились, потому что ангелы явились им и сказали, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, вот посмотрите, посмотрите место, где он лежал. И мы видим, что ангелы, они стали свидетелями воскресения Иисуса Христа, и мы читаем, это записано в Евангелии от Матфея, вот тогда, когда ангелы явились женщинам и сказали, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. 28 глава, 5 стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес, как сказал. Мы видим, что ангелы являются свидетелями его воскресения. И если бы Христос не воскрес, то и ангелы оказались бы уже свидетелями. Когда мы читаем Слово Божие, то мы узнаем о том, что очень много людей стали свидетелями воскресения Иисуса Христа. Это были ученики Иисуса Христа. И вот в Первом Послании к Оринфянам, 15 глава, с 3 по 8 стих, написано, «Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, после всех явился и мне». Мы видим, что воскресший Иисус Христос на протяжении сорока дней являлся своим ученикам. И огромная масса людей стали свидетелями Его воскресения. И если предположить, что Христос не воскрес, значит, все они являются лже-свидетелями. Вы знаете, не только древние пророки, не только сам Христос, не только враги Христа, не только ангелы, не только ученики Христа, но также древние историки являются свидетелями воскресения Иисуса Христа. Потому что в те времена жили историки, и хотя они были людьми неверующими, и хотя они не были христианами, но они не могли не заметить, не услышать и не записать в своих древних исторических книгах это событие, которое буквально перевернуло весь мир. И поэтому до наших дней дошли эти древние исторические книги. Это еврейские, греческие, римские историки, такие как Тацит, Плиний-младший, Свитоний, Иосиф Флавий и другие. В своих исторических книгах они записали этот факт, что Христос воскрес из мертвых, и в результате чего появились христиане, появилась христианская церковь. Вы знаете, в прошлом столетии один из выдающихся людей, который был министром юстиции Великобритании, это был очень грамотный юрист, который занимал высокое положение в обществе, и так как он был человеком неверующим, он решил написать книгу, кто сдвинул камень. Он поставил перед собой цель исследовать все возможные древние документы. Это пергаменты, папирусы, манускрипты, древние книги, для того, чтобы на основании вот этих документальных всех свидетельств, как юрист, он решил доказать всему миру, что Христос не мог воскреснуть из мертвых. И когда он начал делать свои исследования, прошло несколько лет, и к своему великому удивлению он обнаружил, что на самом деле существует более 25 тысяч исторических документов, которые свидетельствуют о воскресении Иисуса Христа. Ни одно древнее историческое событие не имеет столько много документальных подтверждений, как факт воскресения Иисуса Христа. И в результате этих исследований Фрэнк Моррис стал христианином, и он написал книгу, которую точно так же и назвал «Кто сдвинул камень», но написал ее уже не как критику, а как доказательство, подтверждение того, что Христос воистину воскрес. Мы прочитали с вами отрывы, в котором апостол Павел говорит, что если бы Христос не воскрес, то не только мы стали бы лже-свидетелями, но он говорит, что так же и проповедь наша была бы тщетна. Нам нечем было бы проповедовать, потому что мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего. А если Христос не воскрес, то нам нечего проповедовать. И не было бы церкви на этом месте, и вы сегодня не присутствовали бы в этом зале, и мы не были бы христианами, и вообще не было бы христианства. Почему? Потому что оно ничем бы не отличалось от буддизма или ислама и от других мировых религий, которые наполняют землю. Почему? Потому что сущность нашей веры заключается в воскресении Иисуса Христа. Если бы Христос не воскрес, то Библия не была бы самой популярной и самой читаемой книгой в мире. Она не издавалась бы миллиардными тиражами. Она не переиздавалась бы миллионы раз. Она не переведена была бы на все практические языки и на речи. И она не в состоянии была бы менять жизнь человека, если Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, Слово Божие не проповедовалось бы по телевидению, по радио, на многотысячных стадионах, во дворцах культуры, если бы Христос не воскрес, то проповедь наша была бы тщетна, бесполезна, в ней не было бы совершенно никакой пользы. Но мы видим обратное. Мы видим, что Слово Божие провозглашается по всей земле. Мы видим, что Слово Божие проповедуется на всех языках и на всех континентах. Как написано, что и будет проповедовано Слово Божие по всему лицу земли, и тогда придет конец. Поэтому мы видим, что то, что сегодня происходит в мире, свидетельствует о том, что Он воистину воскрес. Что проповедь не тщетна. И также апостол Павел здесь говорит, вот третий аргумент, что если бы Христос не воскрес, то не только бы мы стали лжесвидетелями о Боге, не только проповедь наша была бы тщетна, но он говорит, тщетной была бы и вера ваша. То есть в ней не было бы никакого смысла. Это была бы просто ненужная вещь. Потому что если бы Христос не воскрес, а это значит, что и мы никогда не воскреснем. А это значит, что не произошло искупление рода человеческого. А это значит, что мы не можем получить очищение, прощение, освобождение, усыновление, жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. А это значит, что мы еще остаемся во грехах и беззакониях наших, и нашим наследием будут вечные мучения ада. Поэтому если Христос не воскрес, тогда человек человеку волк. Тогда такие понятия, как совесть, мораль, честь, они совершенно не имеют никакого смысла. Если Христос не воскрес, тогда жизнь человека ничем не отличается от жизни животного или от жизни насекомого. Но мы видим обратное. Мы видим, что воскресший Иисус Христос воскрешает сегодня людей из мрака греха. И люди совершенно меняются. Мы видим, как отпетые уголовники становятся порядочными гражданами. Мы видим, как алкоголики и наркоманы становятся прекрасными семьянинами. Мы видим, как Господь изменяет жизнь человека не снаружи вовнутрь, а изнутри наружу. И мы видим, как много свидетельств вокруг, миллиарды людей, которые обратились к Иисусу Христу, могут встать и засвидетельствовать, как изменилась их жизнь в результате воскресения Иисуса Христа в их сердцах. Я думаю, что сегодня многие бы здесь, в этом зале, могли бы выйти сюда вперед и рассказать свои свидетельства, как Господь извлек вас из этого рва, из этого болота, в котором вы утопали, и поставил на путь истины. И как Он очистил, ломыл, оправдал, усыновил и подарил нам жизнь вечную. Все это свидетельствует о том, что Христос воистину воскрес. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем помнить об этом великом голговском подвиге. Будем помнить о том, что Господь сделал для нас. Будем помнить о том, что мы являемся свидетелями Его воскресения. Не свидетелями, а свидетелями. И мы должны идти и провозглашать всему миру, что Христос воистину воскрес. Мы будем помнить о том, что Он сделал для нас, и что проповедь наша не тщетна, и о том, что вера наша не тщетна. И будем готовы до того момента, когда Он возьмет Свою Церковь с этой земли, и когда мы встретимся вместе с Ним на облаках, для того, чтобы быть и там, мы смогли бы прославить нашего Господа и возвеличить Его имя. Потому что Он единый, достоин чести, хвалы и благодарности. Наш вечный, воскресший Господь Иисус Христос, а также Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Христос воскрес. Аминь. Помолимся Господу. Аминь.